Друзья, приветствую вас на моём канале Мерсин и мой блог. С вами я, Мерсина Турецкая, и это мой псевдоним. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить турецкое блюдо под названием баклажан-кебаб. Кебаб, это вот в Турции есть такое слово. Это когда мы что-то делаем, такое на огне, вот, понимаете, тушёное здесь не подходит. Именно вот что это жарится всё. Баклажан почему? Потому что вот это у нас основное, получается, основной продукт баклажан. Вот мы купили такие баклажанчики. Потом грибочки взяли. Курочка у нас отварная, грудка. Перчики. Вот как я вам говорила, что они разных видов. Вот здесь вот такие вот перчики небольшие, с тонкой кожицей. Также есть лучок здесь. Потом чесночок. Потом рис мы ещё добавим, чтобы хоть как-то разнообразить это блюдо. И вот здесь вот я уже морковку потёрла и порезала половину луковицы. Первым делом нужно приготовить для жарки грибы. Поэтому мы их нарезаем. Ну, я вот интересно, смотрите, как научилась резать такие грибы. Потому что реально их не очень легко резать. То есть сначала отрезаете так, и потом вот так. И у вас получается вот такая вот прелесть. Если это небольшие, конечно, грибочки. Вот у нас небольшие. У меня их, они небольшие. Вот на рынке мы купили. Они стоят 60 турецких лир. Переводят от 240 рублей. Но все знают, что грибы, они очень сильно ужариваются, упариваются. Поэтому их должно быть немало. После этого грибы надо зажарить. Берем сковородку. Берем растительное масло. Вот такое вот мы используем в Турции. Очень хорошее растительное масло. Добавляем немножечко сюда масло. Перекладываем грибы. Грибы-шампиньоны, все понимают, что это шампиньоны. Специи, какие мы добавляем. Немножечко надо присолить. Чтобы они не разваливались. Потому что соль, она дает упругость такую немножечко любому продукту. Соль дает упругость любому продукту. Поэтому вот пережариваем грибы. На шуточке. Пока жарятся грибы, можно уже заняться баклажанами. То есть, их нужно отрезать хвостики. Ну, соответственно, сверху и снизу. И смотрите, и вот срезать вот такую вот одну полосочку. Для чего это делаете? Чтобы они вот лежали. И с обоих сторон, да? Вот. И режем один вот такой баклажанчик. Можно на 3-4 полосочки разрезать. Сильно тонко не надо резать. Вот именно где-то... Вот примерно от сантиметра до сантиметра, так скажем. От полсантиметра до сантиметра. И нарезаем их. Они должны именно поджариться. То есть, они не должны вот такие спаренные быть. Кебаб, я так понимаю, это слово перецкое. Оно вот и обозначает, как же, все такое жареное, на углях. Ну, здесь у нас нет огней. Ну, на огне, короче говоря. Да, огне. Так, опять сюда перешли. И что тут? Такие, чуть-чуть надо срезать. Вот этот вот. Вот три части. Смотрите, вроде бы, казалось бы, много баклажан, да? На самом деле, их не очень много. Как раз нормально, чтобы вот покрыть дно кастрюльки. Баклажаны горчат. Их, вроде бы, нужно оставить на некоторое время в холодной воде. Даже в соленоватой воде, чтобы вот эту горечь убрать. Но они сейчас настолько молоденькие. Вот смотрите, косточки какие. Я не знаю, я уже второй раз готовлю это блюдо. Мы что-то не заметили, что какая-то горечь была баклажана. То есть, нужно смотреть ещё на сам сорт баклажан. И на то, какие внутри косточки. Если, конечно, он уже такой взрослый, баклажан. Ну, то есть, переспеший. Тогда, может быть, можно вот это всё опускать в воду солёную. Там подождать немножко, чтобы горечь вышла. Ну, а так, вы знаете, можно её вообще даже не запариваться. То есть, это всё равно будет вкусно. Помню о том, что потом ещё это всё будет готовиться в духовке. Поэтому сильно пережаривать тоже не надо. Потому что духовка, она ещё дожарит, допарит их, доведёт до готовности, так скажем. Ну, вот ещё немножко можно пожарить, да. Чтобы лишняя вода ушла. Так, мы пожарили грибочки. Посмотрите, они какие румяненькие, хорошенькие. Всё, мы их оставляем. Следующее. Обжариваем рис вместе с луком и с морковкой. Ну, и со специями тоже. То есть, мы обжариваем, обжариваем, обжариваем. Так, давайте, так. Это у нас тоже будет соль. Специи сюда можно добавить как для плова. В сольце мы используем вот такие вот специи. Это наши любимые. Смотрите, как они выглядят внутри. Вот, нужно добавить. И соль, понятно. Также сюда можно добавить, помните, в дошираке, да, вот эта острая специя есть. Она реально очень острая. Сюда можно добавить её. Наша задача смешать вот это с рисом. Ну, и добиться красивого цвета. Так, хотела напомнить про доширак турецкий. Вот такой вот очень вкусный доширак. И вот в этой пачечке содержатся две специи. Они выглядят вот так вот. Одна такая, она нейтральная, как бульончик сухой. А вот вторая, она очень острая, прикольная специя. И можно вот пользоваться и добавлять. Как суши делать, такой рис хороший. Пережариваем баклажаны. Не до фанатизма, а так, чуть-чуть слегка стремяются на сильном огне. Итак, середина процесса. Смотрите, мы положили слой уже на нашу форму для выпекания. И продолжаем как бы жарить. Вот эту штучку нужно использовать, чтобы не разбрызгивалось. И масло. Масло уходит прилично. И вот до такой вот, видите, зажарочки. Вот до такой вот. И потом выкладываем всё на противень. Друзья, и так вот получилось у нас вот примерно слой полтора сантиметра вот этих баклажан. Они ещё немножко усядутся. Положили мы чеснок. Обжарила я также перцы. Так же, как баклажаны. Немножко, слегка. Теперь обжариваю грудку. Слегка тоже. И потом будем формировать блюдо. Смотрите, что мы решили сделать. Наполовину мы положим вот сюда вот рис. Наполовину рис не будем класть. Вот. Потом пыриная грудка пойдёт. Потом пойдут грибочки. И сверху пойдут перчики. И всё это отправится в духовочку. Так, сейчас у нас курочка тоже прогреется. Слегка нужно её обжарить. Курица, как помните, она вот и грудка, особенно куриная, она тоже очень много впитывает жира. Поэтому всё, что с баклажан уйдёт, я думаю, что всё впитается вот в рис и в курицу. И будет, наверное, вкусно. Ну, я так думала. Так, посолить всё ещё надо. Вот и перчить. Так, слегка посолить баклажаны. И чёрный персетчиком поперчить ещё раз. И так вот, примерно, чуть-чуть. Хотим всё-таки её немножко обжарить, чтобы у неё поджарилось. Поджарилась и сварём воду тут же вот. Вода там исцарилась, если бы была какая-то вода в этой курице, в грудке, варёной. Чтобы эта водичка ушла. Смотрите, она даже стала чуть-чуть уменьшаться в обмене. Так, всё жарим. Пока курица жарится, по сухой сковороде, скажем, чтобы у нас лишнего жира не было. И так очень много сюда масла ушло. Ну, это и не секрет, все знают, что баклажаны будут масло. Смотрите, формируем, значит, блюдо. Как я и сказала, мы только наполовину рис сделаем. Ну, здесь уже саму всё подсказывает. Наполовину сделаем курицу. Курица у нас была уже со специями и посоленая, поэтому ничего здесь делать больше не надо. Вот и на баклажановой подушке получается. Вот есть как бы селёдка под шубой, а тут баклажаны под шубой. Следующий слой это грибочки. Ну, грибочки, они везде. Они всем радуют аппетит, вкус. Радуют вкус, создают какой-то, ну, знаете, да? То есть грибы это вообще универсальный, я считаю, продукт, который можно везде добавлять. Вот так вот грибочков добавили. И сверху перца положить. Вот такое блюдо получилось. И сейчас мы его должны отправить в духовку примерно на 35-40 минут. Потому что баклажаны, они ещё в полусыром виде. То есть всё это должно в духовке пропариться, прожариться, пропечься. И потом уже можно подавать на стол. Итак, ставим в духовку на решётку. Температура 175-180 градусов. Вверх-вниз. И время. Потом уже по готовности будем смотреть. Готовность проверять будем по перцам, которые сверху. И так всё время пошло. Друзья, пришло 20 минут. Открываем. Смотрите. Проверяем по перцам. Вот перцы мягкие. Видите? Вот они какие красивые старые. Поэтому всё. Мы выключаем. И достаём блюдо. Смотрите, как здесь всё просело. Баклажаны тоже мягкие. Вид необыкновенный. Достаём. Сейчас немножечко остынет. И мы достанем блюдо. И покажем уже конечный результат. Итак, друзья. Вот смотрите, как получилось у нас. Прикольно. И, конечно, вот здесь вот видны слои. Видите? То, что это прозрачно. Поэтому мы можем увидеть всё как бы изнутри. Вот такие вот слои получились. То есть баклажаны у нас совсем тоненьким-тоненьким слоем. Ну, то есть они же просили, потому что это мягкое. А сверху очень красиво. Вообще обалденно. Так что всем приятного аппетита. Мы сейчас будем обедать. И после этого мы пойдём на море. Потому что сегодня 17 мая. У нас стоит великолепная погода. 31 градус. Как у нас здесь всё шикарно. Смотрите, как круто. Море вообще обалденное. Оно уже такое стало более тёплое. Купаться можно, подолгу сидеть в воде. Вот здесь у нас прям сразу напротив нашего дома пляж. Так что все приезжайте в Турцию. Всем приятного аппетита, кто с нами обедает. Кто не обедает, тоже приятного аппетита, когда будете обедать. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok